МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гражданской обороне – залог безопасности. «Мазок в Москву, вот так вот, заят прописываем, и по теням». Выставка работ художника Любови Кульцовой. «Молодь, не стой!» «Стой, смотри!» Спортивные баталии на татами. Как провели уикенд в Москве юные баскетболисты Десногорска. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В эту субботу в Смоленске был дан старт патриотической эстафете «Это наша победа». В сквере памяти героев замгубернатора Ольга Окунева личным примером поддержала социальный флешмоб, сделав фотографию на фоне Вечного огня и бюста героя Советского Союза Михаила Егорова. Акция проходит при поддержке Главного управления области по гражданско-патриотическому воспитанию и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и продлится до 9 мая. Мне очень хочется, чтобы молодые люди подхватили эту эстафету, и поэтому я её передаю нашим волонтёрам, волонтёрам Победы. Близость расположения атомного гиганта делает обучение гражданской обороне особенно актуальным. Специалисты управления по гражданской обороне в аудитории Смоленского учебно-тренировочного центра проводили лекции. Такие курсы предназначены для руководителей предприятий, председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и председателей эвакуационных комиссий. На таких занятиях они получают знания про традиционной и экологической безопасности. Очень познавательно для нас, так как мы не были, например, на атомной станции, с нами экскурсии не проводилось, то для нас была очень интересная, познавательная информация нашего ЦСО. Ну и специалисты, и взрослые, которые проводили занятия, тоже дали много интересного материала и как законодательная база, и по процедуре аварийной ситуации, как себя вести. У преподавателей управления богатый опыт обучения. Наши курсы существуют очень длительный период. В 2014 году мы отметили свое 50-летие. Поэтому мы занимаемся очень актуальными вопросами уже в течение такого длительного времени. По результатам тестирования обучения все слушатели получают удостоверение. В Смоленске пикетировали посольство Польши. Пикет стал реакцией на происходившие в последние годы варварские действия властей этого государства по демонтажу памятников советским солдатам. Автопоезд «Здоровье Смоленщины» стартовал 7 апреля от областной больницы. КамАЗы, оборудованные современной медицинской аппаратурой, отправились в глубинку региона. Первый населенный пункт в маршруте поезда – деревня Карманово. Подобным образом работа врачей из областного центра организована впервые. Как сообщает «Интерфакс», в честь 55-летия полета Смоленина Юрия Гагарина в космос на всех российских ракетах-носителях будет размещен его образ. А в Смоленске крупноформатный портрет Юрия Гагарина размером 3х4 метра выставят на обозрение в культурно-выставочном центре имени Тенишевых в День космонавтики 12 апреля. Портрет изготовили студенты-худграфы из Смоленского государственного университета. И еще к 55-летию первого полета человека в космос коллеги из ГТРК «Смоленск» выпустили фильм под названием «Гагарин. Начало». Зрители узнают, как родилась мечта мальчика Юры Гагарина отправиться в небо. Что о первом космонавте рассказывают его родные. Новости из культурной жизни Десногорска. В художественной школе города существует замечательная традиция выставлять работы выпускников, которые посвятили свою дальнейшую жизнь изобразительному искусству. В прошлом году свою экспозицию показал Валерий Власов. А в этом году десногорцам свое творчество предложила Любовь Кульцова. Во время обучения в художественной школе преподавателем и наставником Людмилы была ее мама Галина Кульцова, которая является одним из лучших педагогов. За ее плечами большое количество выпусков. О родной дочери Галина Дмитриевна рассказывает с особой теплотой и гордостью. Она любит писать акварелью, очень любит писать акварелью. Еще для нас с художественной школы любит акварель. И поэтому здесь много натюрмортов акварельных, композиций у нее много бывает. В технике акварели выполнены гуашь, темпера, то, что для нее тоже близко. После выпуска из художественной школы Людмила продолжила обучение в Московском училище декоративного искусства. Закончила с красным дипломом Московский вечерний государственный университет имени Шолохова. На данный момент работает преподавателем в училище, в котором училась. На выставке представлены работы разных лет творчества художницы. Здесь можно увидеть и яркие красочные натюрморты. Композиции придуманы самим мастером. Портреты подруг выполнены графически. Особенно поражает красотой природа, запечатленная художником в разное время года. Подобные выставки помогают ребятам, которые обучаются изобразительному искусству, выбрать свое направление. Ежегодно в нашем областном центре проходит ярмарка «Сад-Огород». Этой весной организаторы планируют провести мероприятие с 21 по 24 апреля на площади возле ЦУМа. Принять участие могут все желающие. А сейчас новости спорта. Лучших спортсменов региона и их тренеров наградили в Смоленске на заседании коллегии Главного управления спорта, ведомственными наградами Минспорта России и денежными премиями от администрации области. Также в этот день рассмотрели вопрос о соблюдении антидопингового законодательства смоленскими спортсменами. 9 апреля в детско-юношеской спортивной школе Десногорска состоялось открытое первенство школы подзюдо среди юношей 2005-2008 годов рождения. Подробности в нашем сюжете. Всего в первенстве приняли участие 56 юных дзюдоистов из городов Десногорска и Сафонова, которые занимаются этим видом спорта не более двух лет. Чтобы дети младшего возраста попробовали себя проявили. Показали нам, тренерам, что они умеют, чему они научились за это время. Ну, такой маленький экзамен для них. После переклички старшие воспитанники школы выступили перед гостями соревнований с показательными выступлениями. Соревновались юные дзюдоисты сразу на двух коврах. Зрителям было на что посмотреть. Все ребята продемонстрировали хорошую подготовку и огромное желание победить. Тренеры пригласили своих старших воспитанников, защищавших честь нашего города на областных соревнованиях, выступить в качестве судей. В результате упорных поединков в своих весовых категориях определились призеры и победители. Все они награждены грамотами и медалями. В конце года этим ребятам будет присвоен 2-й юношеский спортивный разряд. Юные смоляне сдали нормативы ГТО. Из 12 тысяч учащихся различных учебных заведений, сдававших комплекс ГТО, 70% справились с нормативами. На золотой знак результаты показали 13% участников эксперимента. В воскресенье юные десногорские баскетболисты побывали в столице. О том, как провели спортсмены уикенд, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Этот день ребята провели интересно и с пользой. В детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва города Химки Московской области они встретились на паркете с командой своего возраста. Проявив полученные знания и навыки, наши баскетболисты обыграли соперников со счетом 29-34. Продолжился уикенд в баскетбольном центре, где ребята посмотрели на игру профессионалов. Встреча двух баскетбольных команд «Химки» и «Цмоки» Минск произвела на детей впечатление. Наши спортсмены болели за команду «Химки». Когда игра завершилась, десногорцы поучаствовали в конкурсах и сфотографировались на память с кумирами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова